Ну, иногда посматривать, если она вдруг, там красненькая запись пропала, то надо кричать, махать руками И нажать еще раз Так, значит, сегодня мы попробуем начать заняться графическим, каким-то анализом данных Нам потребуется следующий пакет Значит, нам потребуется, ну, если я не ошибаюсь, значит, что нам потребуется, какие пакеты потребуются Мы попробуем визуализировать исходный набор данных, визуализировать результаты оценки регрессии, простой Значит, нам помогут пакеты ggplot2, основной такой пакет для графики Нам потребуется, вот здесь маленький пакет ggplot2 Нам потребуется, сейчас Значит, вот здесь большими gg большая Lai маленький Нам потребуется bcd И это все для графики Так, что еще нам потребуется? Может быть, мы что-то уже из этого ставили? Pum, да, Pum ставили Значит, нам потребуется broom Мы его уже вроде ставили Это должен быть уже поставлен Что нам еще потребуется? Потребуется dplir для манипуляции Да, блин, Pum, он уже поставлен, мы его уже пробовали Что еще потребуется? Psyg потребуется Значит, я не помню, был у нас или нет Вот, да, мы уже описательные статистики делали, Марин, да? Ну, я точно не понимаю, потому что я запомнила, что это А, название, да, хорошо Да, хорошо, значит, вот Марина говорит, что он тоже был Так, сейчас я соображу, что еще потребуется Ну, давайте попробуем еще какой-нибудь интересный набор данных взять Сейчас, еще есть пакет ec-data с большой буквы Всякие наборы данных Значит, еще раз Я сейчас запишу, что в каждом пакете Значит, вот это, это графики А, это графики Это еще графики Это еще графики Это Можно посмотреть, какие пакеты уже поэксалированы? Да, сейчас я включу Есть вкладка пакеты, есть вкладка package Если ты посмотришь вкладку packages в RStudio Она так и называется Пакеты packages И там, значит, пустыми квадратиками отмечены те, которые у тебя уже стоят на жестком диске А галочками отмечены те, которые подключены в этот момент активные Вот, нашел вкладку? Ну, давай я покажу Сейчас Я просто хотел сначала все написать Иси-дата или иси-дейт? А, слушай, я не могу Ну, так, да? Да, да Сейчас я включу Можно два раза проинсталировать, да? Можно будет 20 раз проинсталировать В этом смысла особого нет Сейчас покажу, где Так, значит, вот этот Это для графиков Графики для качественных переменных Графики для факторных переменных Так, что еще? Ну, значит, broom Это для стандартизации вывода регрессии В общем, модели все в дата-фрейм Он в хорошем ни одну модель не оценивает, не имеет Ну, как бы стандартизирует весь вывод в дата-фрейм Стандартизация вывода Это, соответственно, манипуляция Ну, так плохо, конечно Вот, видишь, вкладку Packages Вот есть Ну, зависит, где, где Files, Plots Там есть вкладка Packages И если ее нажать Вот То вот на вкладке Packages Вон там наверху Название пакетов Если там просто пустое место Значит, пакет проинсталирован Ну, и написано версия Какая проинсталирована А если там поставить галочку То это, как бы, заменяет собой команду Library Название пакета Вот Окей? Нашел? Вот Поэтому можно посмотреть весь список пакетов Наверное, есть и какая-то команда, которая выводит Все, кто проинсталирован Но я так сходу не знаю Извините, и даже я уверен, что наверняка есть команда Которую выбираешь в новобор Так, соответственно, broom Это стандартизация вывода Всякие манипуляции с данными Типа там сортировка Сортировка, отбор Группировка и прочее Группировка Вот это псих Это описательные статистики Описательные статистики И ЭКДАТ Это наборы данных Это наборы данных Ну, там просто большая подборка наборов данных Небольших, конечно, не биг-дейтов А маленьких наборов данных по экономике Так, вот, наверное, этим мы сегодня Сейчас Ну да, вроде Да Ну посмотрим, как пройдет Может и что-то еще Добро Это пока можно ставить Я буду стирать, да? Можно приступать к делу? Окей Ну хорошо Давай я пока включу Еще раз наверху напишу Что поставить надо И начну уже работать О, кстати, я подумал, что может быть Я не знаю, я же могу Узнал Сегодня, что я могу На маке, оказывается, легко Скрик-касс снимать Можно снимать На маке доски А можно снимать На прямой компьютер Я же не знаю, что лучше 2 на 1 перебор Что вы скажете? Ну что, можно снимать Видео с компьютера Не вот как я тут хожу Перед доской А можно снимать Видео с компьютера Но тогда доска не видно Да, лучше так Поэтому я не знаю Как лучше Но с того видно гораздо лучше Там, как на экране компьютера Видео, где мышка На компьютере И я точно отзывался Скорее Слышно? Слышно? Слышно Я проверил Как все дела Я поэкспериментирую Как сегодня Ну ладно Я тогда, может быть, вывожу Выучил Не моё диск Утратить на русских дисках Поэтому я могу себе позволить Так Сейчас Итак, я подключаю сначала необходимые пакеты И сейчас И сейчас Мы заплатимся ЖЖПлот Банк Лайбради Кто у меня там Ммм Вот Нет ЖЖОтлайн Лайбради Содомчик обещал Исиди Лайбради Псик Лайбради По-моему, все Или А, их да А, и брум И брум И все Вот я Повесил столько оружия На сцену Или на стену Обязательно Чего-то Выстрелит Вот так Есть, нет То есть Еще раз Когда вам пакет Что-то выводит красное То это красное Это может быть два варианта Либо он говорит Эррор Такого пакета не найдено И тут, скорее всего Возможно, два варианта Либо вы просто ошиблись В написании Либо Его не установили Два варианта Чего могла произойти ошибка И третий вариант Красное Которое тут выводится Это что пакет загружен Он просто предупреждает Что Функции, которые в нем содержатся Пересекаются с другим пакетом И поэтому Тот, который вы подключаете Становится Активным И если одна и даже функция Select Была написана Авторами разных пакетов То, когда вы активируете Какой-нибудь пакет Будет работать Select Из того пакета Который вы активировали Подключили последним Нормально? Получилось? Слушайте Можно По Сейчас мы это посмотрим Может быть Я поменяю Еще Если станет Лучше Нет Вот так Лучше? Да Хорошо Отлично Поставилось? Нет? Ждем Отреагируйте как-то, чтобы я понимал А ставится, Б Все стоит Как это ничего не стоит? Мы уж точно использовали брумы Не, не все они все очаги Хорошо Значит, тогда пока оно ставится Давайте я тогда расскажу про философию графиков ЖЖ-плот-2 То есть вот это все должно потихоньку ставиться Все можно пропикать Пока, соответственно, оно ставится Давайте выиграем время И я расскажу про философию пакета ЖЖ-плот-2 Чем он хорош, почему Им очень удобно строить графики Совершенно разные Сложные, с группировкой По разным штукам Идея такая, что ЖЖ-плот-2 Расшифровать грамматику графиков Граммар в график Двумерные графики Наверное, это означает блочек В конце я чуть-чуть не знаю Но ЖЖ означает граммар в графике Соответственно Как подходит Значит, вот этот ЖЖ-плот-2 К графику И говорят, что Любой график Ну, бывают какие-то типы графиков То есть, там, не знаю, бывает график С линиями Линия там какая-то Точки Не знаю Столбики Ну, то есть, есть какие-то вот Геометрии Так называется Геом Геометрия Есть некая геометрия Графика Ну, их много разных Понятное дело, что Есть всякие другие Вот А дальше Есть у вас Некий набор данных Да? Есть у вас Набор данных В наборе данных У вас есть переменные Там Переменная 1 Переменная 2 Вот такие столбики Переменная 3 И так далее У вас есть столбики в данных Их может быть много И вы, допустим Выбрали какую-то геометрию Ну, допустим Я строю график Из точек И, соответственно У каждой геометрии У нее есть свои эстетики То есть У каждой геометрии Есть Некий список Эстетики А, эс Этикс Ну, сокращается просто А, эс Вот Какие тут есть эстетики у точек У любой точки Вот если я рассмотрю Произвольную точку Чем отличаются точки На плоскости между собой Чем они потенциально могут отличаться Они могут отличаться координатой Икс Это одна эстетика Координатой Икс Это вторая эстетика Какие еще есть эстетики у точек? Толщина Да, размер точки есть Да, сайз есть То есть эстетики Да Есть, значит, сайз Икс Игрек Колор Итол, как она пишется Сейчас, колор Вот так Что еще есть? Да, форма Шейп По-моему, все А, нет Еще есть, наверное, прозрачность Наверное, какая-нибудь Там, может быть, синяя Полупрозрачная Да По-моему, она альфа будет Прозрачность Вот И, соответственно, когда вы решились Вы говорите Я буду строить график точками То дальше, чтобы построить график Вам надо сопоставить переменные эстетиком То есть, вы говорите Вот переменная 1 У меня будет отвечать за Икс Переменная 3 Она будет отвечать за Икс Переменная 2 Будет отвечать за Икс Там, я не знаю Запрозрачность Ну, а остальные Постоянные фиксированы Вот Это первый момент Что есть Геометрии разные У каждой геометрии свои эстетики Понятно, что у столбиков У них другая эстетика У них нет там понятия Какого-то людей Или в листах Что х габиных Ну, х есть и у Там нет У тебя Если Ну, смотрю Ну, ладно У каждой геометрии У нее Свои эстетики Вот И, соответственно, Дальше Идея состоит в следующем что любой график можно наложить в несколько слоев, там, разные геометрии. То есть, дальше график, это есть сумма слоев. Слой 1 плюс слой 2 плюс слой 3, ну, плюс сколько вы захотите слоев. То есть, в принципе, вот если я хочу построить, скажем, ну, взял исходные точки, оценил регрессию, построил линию, построил там длительные интервалы, да? Вот хочу вот такой график. Ну, на самом деле, я немножко совру, потому что из-за того, что это очень частый график, то для него в ЖЖПЛОД-2 есть одна своя короткая команда, но, тем не менее, вот если рассуждать строго по философии ЖЖПЛОД-2, то вот такой график, на котором есть исходные данные, линии регрессии и вот диапазон доверительных интервалов для прогнозов, то с точки зрения философии ЖЖПЛОД-2, это сумма нескольких слоев. Это сумма, где у меня слой с геометрией точки, значит, геометрия point, то есть я взял, отложил исходные данные, потом прибавил слой, на котором находится геометрия линия, да? И у меня вот такую линию прибавил, и еще потом прибавил, это особый тип геометрии, очень часто на графике надо закрасить какую-то область от какой-то нижней границы до верхней границы, то есть бывает такое, что на графике надо закрасить в каком-то диапазоне вот такую штуку, да? Это называется геометрия, это называется риббом. И, соответственно, с точки зрения философии ЖЖПЛОД-2, этот график это сумма трех слоев. Соответственно, я могу что хочешь сделать на первом слое, что хочешь делать на втором, на третьем и сложить. И мы с вами так построим этот график, ну, конкретно этот из-за его большой популярности он проще пишется, но тем не менее это поможет нам понять философию пакета ЖЖПЛОД-2, чтобы вы могли, вот кажется на самом деле, что, о, да я сейчас напишу там, чтобы график пять строчек надо кода написать. Но когда понимаешь на самом деле, что философия очень проста, что график это сумма слоев, а на каждом слое выбирается геометрия, а у каждой геометрии выбираются свои эстетики, то если понять этот простой философский принцип, то любой график уже, ну, ты понимаешь, что ты, вау, можешь сделать что-то абсолютно страшное. Окей? Да. А вот тот график, который вы нарисовали справа, вы сказали, что это сумма вот этих трех графиков. Да. Но если посмотреть, то там как бы сумма первых двух, то есть линий, и вот этих точек, и пересечения вот с этой областью. Нет, это не пересечение с областью, это я накладываю. Ну да, то есть вы как будто наложили, и получилось у них совмещение. То есть это как бы, ну, это же пересечение. Нет, это не пересечение. Представь себе, что ты, ну, Каль, взял на стекло, на одном, у тебя вот три стекла, на одном стекле ты маркером нарисовал одно, на втором стекле ты маркером нарисовал второе, на третьем стекле третий, вот три стекла, и смотришь сквозь них. Да, то есть все должны быть, все три элемента, и, ну, да, все будет видно, да. Но на крайнем правом графике это просто конкретный пример, или это вот сложение того, что вы нарисовали? То есть если складывать все, что вы нарисовали, то там должна быть кривая. Ну, ты имеешь в виду, что... Что, здесь область как бы не кривая. Я хотел узнать, это источение или сложение? Нет, это именно сложение, я не могу сказать, ну, вот так сложить. Ага, все правильно. А как вы сложите? Да, на такую сложить. Окей? Хорошо. Давайте, соответственно, попробуем, чтобы понять философию ЖЖКО-2 воспроизвести руками это дело, потому что это такой очень поучительный пример, который как бы дает вот полную власть, вот чего можно сделать, какие геометрии там есть и так далее. Понятная задача, да? То есть мы сейчас оценим регрессию и руками построим вот такой график, чтобы ощутить всю мощь философии и грамматики графиков. То есть это называется грамматика графиков. Еще раз. Есть разные геометрии, график это сумма слоев, но на самом деле еще я бы так сказал, что есть еще... Ну, есть еще кое-что. Давайте сделаем, потом посмотрим, как эффективно будет, что мы на практике что-то сделаем. Да, и заодно посмотрим, какие еще графики есть уже встроены. То есть ЖЖКО-2 дает возможность как бы тонкой манипуляции графиком, вот там прям полную власть, что хочу, то сделаем, тонкую настройку. Но есть, конечно, уже большое количество заранее сделанных другими людьми графиков, которые просто популярны, не требуют долгой возни, пяти строчек кода, чтобы вот идеально, тонко там настроить то, что хочу. Но как бы быстро, но зато они настроены, может быть, не так, как вы хотите. Вот, соответственно, сегодня я вам расскажу какие-то популярные графики, которые могут быть полезны. Да, мы обсуждали, что, еще раз, бывает три красных сообщения. Первое, это ошибка, нет пакета. Второе, это предупреждение о том, что, почему оно красным выводится, потому что при загрузке пакета может поменяться поведение программы. У тебя была программа, которая работала, а ты загрузила пакет, она может перестать работать, потому почему такое может сложиться. Потому что, допустим, у тебя в программе используется функция select, и она у тебя используется из одного пакета. Ты загрузил другой пакет, а тот пакет переписал функцию select, и твоя программа перестала работать. Поэтому это вот красное сообщение о том, что что-то опасное произошло, что может повлиять на исполнение дальнейшего кода. То есть, просто надо будет бдительное подключение пакетов. Потому что пакетов 10 тысяч, и, естественно, есть конфликт имен, но и как бы тут есть два варианта. Либо надо писать всегда бронетанково и занудно указывать пакет, из какого берешь функцию, и название функции. То есть, если писать код в жанре deplir, двойное двоеточие select, то это будет означать, что будет использоваться функция select, явно из пакета deplir. Но это офонарей, что каждый раз писать. Когда пишешь пакет, то да. Но когда пишешь вживую, анализируешь данные, то, конечно, ты так не делаешь. Поэтому просто нормально относиться. Красное при загрузке пакета, это просто предупреждение, что подключение пакета это потенциально опасная операция, в котором был рабочий код, подключила, он перестал работать. Я говорю, как? Я вообще ничего не имею. Вот. Так, хорошо, поехали. Давайте возьмем для начала какой-нибудь совсем демонстрация философии gg-plot2. Совсем простенький набор данных. Значит, философия, давай как напишем, философия, драматики, графика. Значит, это у нас пакет gg-plot2. Поехали. Значит, давайте возьмем набор данных встроенных в R, набор данных по машинам, и на нем будем демонстрироваться. Значит, давайте глянем на набор данных cars. Cars – это набор встроенный в R. Можно почитать. Любой, если набор данных встроенный в R, то по нему обязательно есть документация. То есть, если я наберу help cars, то вот я тут увижу, что это длина тормозного пути и, соответственно, стартовая скорость машины. Здесь есть две переменных, скорость в милях в час и длина тормозного пути в футах. Ну, так, чтобы вы себе представляли, миля – это примерно 1,6 км, а фут – это примерно 3 метра. Я правильно помню. Окей? Данные старые, более вековой давности примерно, поэтому то, что она ехала 4 мили в час, то бишь где-то 6 км в час, ну, нормально, вот это вот такая машина. Хорошо. Значит, давайте начнем с первого, самого простого графика. Возьмем, вот я, вот самый вот синтаксис ggplot2 со всеми возможными там вариациями. Сначала строим просто пустое место, место, куда будем складывать слои. Мы просто пишем ggplot и ставим вот так. Ну, просто даже не буду ничего писать, ggplot. Вот так напишу плюс. Вот, пока напишу так. Потом расскажу, как попроще можно сделать. Это вот ggplot в скобочках – это просто пустой график. То есть, я не знаю, его можно просто так запустить. А, можно. Ну, вот, да, такой синенький фончик. Можно и сколько указать номер графика? Что? Сколько можно указать номер графика, чтобы там при обращении к еще раз... Можно его поместить. Можно его, поскольку это такой же объект, можно его поместить в график 1, а потом его вызывать. Сколько угодно раз. Можно так сделать. Сейчас мы это обсудим. Вот. Просто же, это вот, попробуйте. Это просто такой синенький фончик. Ничего там нету. Ух ты, это почему интересно? А, это же у нас дальний проект. У нас такая двойная тень. Давайте, давайте, давайте. Если его еще выключить, то мы еще электричество сэкономим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Идет какое-то предупреждение, все-таки так не задумано, все-таки нам надо больше Поехали дальше Я, честно говоря, не знаю, просто так, наверное, может быть нехорошо Давайте первый слой сделаем Значит, мы возьмем геометрию Ну, то есть их можно посмотреть Вон, сколько Geo, мы тут пробежаться Вон, это все разные геометрии Чего вообще можно строить То есть я нажал, Geo, нижнее подчеркивание И вот они там все идут Вот чего он знает по дефолту А на самом деле Сейчас в последней версии GeoPort еще пользователи могут дописывать свои геометрии И там, в общем, вообще ужасно все Ну, мы возьмем, соответственно, JumpPoints Вот, JumpPoints Соответственно Дальше, что надо указать? Надо сначала указать, откуда мы берем данные Давайте я на новой строчке напишу GeoPort Напишу данные Мы берем из набора данных Cars А дальше надо указать соответствие между названиями переменных и эстетиками графика Ну, как мы обсуждали, у точек есть эстетики x, y, там, цвет, размер точки Ну, давайте напишем, значит, as в скобочках И вот здесь она перечисляет все возможные эстетики, какие есть Значит, по x у нас будет, скажем, скорость машины По y у нас будет длина тормозного пути Идет? То есть еще раз Давайте я попытаюсь объяснить Я сознательно пишу очень длинный код Есть код, который сделает тот же график, и гораздо короче Но сейчас я хочу именно показать всю мощь, чтобы мы могли понять Еще раз, ну, это как-то это пустая серенькая панно Вот, пошел плюс, пошел первый слой Это геометрия точки, то есть она будет рисовать точечки Данные она возьмет из набора данных Cars Cars это встроенный набор данных V За x каждой точки будет отвечать столбик из набора данных скорость За y каждой точки будет отвечать столбик дистанц Окей? Понимаете? Почему не в кавычках? Что? Почему не в кавычках speed distance? Почему не в кавычках speed distance? Ну, я думаю, кстати, что там есть какой-нибудь аналог Я думаю, что если там написать AS с нижним подчеркиванием Она возьмет и в кавычках Я думаю, что это такой синтаксический сахар То есть изначально, я думаю, что автор написал в кавычках по имени переменной Чтобы передавалось именно название переменной Как текстовая переменная Но так, при удобстве пользоваться И чтобы народ в кавычках не научить Я думаю, что там есть какой-нибудь эквивалент Ну ладно, давайте попробуем Вот, получилось, правильно? Можно еще раз Давайте поэкспериментируем с разными другими эстетиками То есть вот если я сюда запишу У всех получился первый такой график Путем высоких мучений такой простой график Давайте попробуем добавить какую-нибудь эстетику Вот я напишу size равно Но поскольку у меня в наборе данных всего две переменных То как бы у меня небогатый выбор Ну пусть за размер точки отвечает тоже скорость Не знаю, давайте посмотрим, что изменится на графике Ну вот, соответственно, вот здесь у меня получились Маленькие точки А вот здесь большие точки Я не знаю, что это все больше, больше и больше Или, например, могу еще Можно почитать, естественно Сейчас я скажу, где поискать документацию Ну и, естественно, можно попробовать Вот, чтобы цвет Эстетика цвет зависела Там они вышли потемнее Там посветлее Вот, но идея общая такая Есть какие-то эстетики И, соответственно, можно экспериментировать Ну давайте я пока вернусь В состояние xy Получилось? Да? Значит, дальше Соответственно Понятное дело, что можно настраивать, естественно, и горизонтальную ось Можно настраивать и вертикальную ось Давайте я максимально подробно напишу Может быть, даже занудно Так, конечно, графики, наверное, кто-то любишет Простые такие Но поскольку мы дальше будем накручивать на него Вы могли свободно накрутить свой график Давайте попробуем дальше Давайте я попробую вот здесь написать Да, вот правильно Правильная такая мысль, что график можно сохранить Вот вам понравился этот базовый график Вы туда собираетесь на него что-то накрутить Можно назвать его b b равняется Вот И после этого в любой момент, когда захотели Построили график b Вот, можно его поместить в переменную какую-нибудь b, допустим Или там, ну, типа, base, base, graph, да? Base, plot, да? И потом писать вот base, plot И выводить его на экран Окей? Понятная мысль, да? Поместили в переменную, и точно так же работает Можно, например, добавить ему приличную подпись по оси x Да, xlap и тут написать Скорость машины Миль в час Да? Вот, ну там просто закрывается со скобочкой Вот Это базовый график С одной измененной осью Можно, например, взять base, plot И сюда еще добавить еще один плюсик И сюда написать там ylap Длина Длина тормозного пути А это ведь мы добавляем слои Что? Да Почему тогда стерлась надпись speed? Ну, я так думаю, что Есть некое дефолтное значение слоя То есть Есть некое дефолтное значение слоя xlap И дефолтное значение слоя xlap Это Вот то название переменной, которое мы указали по оси x Соответственно, когда мы укажем явно другое Ну, будет другое Смотри Есть некое дефолтное значение этой подписи Это значение этой подписи Это та переменная, которую ты попросил там изобразить И в данном случае у нас r знает Ну, по тем же же plot 2 Знает, что не может быть вот тут наложения двух надписей Поэтому он просто вместо дефолтной выберет твою Ну, то есть, если я не указываю этот слой То будет дефолтное значение слоя Дефолтное значение слоя по умолчанию Это то, что мы указали А если я указываю явно, то значит явно будет Вот и плюс добавим еще jg title И тут напишем какие-нибудь там Данные 1920-х годов А можно сразу подписывать в стиле того же теха? Он может какие-нибудь пассивные Можно Сейчас А почему же jg title? А, вот так Вот так Не надо Вот, и этот график можно поместить В там, не знаю, plot 2 И захотели Будем вызывать на экран Будем называть на экран base plot В котором нет ничего А хотим, будем вызывать на экран plot 2 В котором там есть уже какие-то подписи То есть мы добавим Давайте сейчас оценим регрессию И добавим туда еще регрессию Идет? Получился этот или не получился? Если не получилось, надо сказать стоп И громко кричать Оль, как здесь? Можешь напомнить, чтобы ничего не взять Сразу пускать туда несколько строчек? Несколько строчек Я лично встаю на первую И быстро тюпаю control enter То есть встал сюда Нажал command И тык-тык-тык-тык-тык-тык Он сам смещается вниз при нажатии enter Поэтому, в общем, это долго не занимает Ну, либо выделить все И нажать один раз control enter То есть я лично, когда в таком диалоговом режиме Предпочитаю Встал на строчку и побежал вперед Идем так, Шан? А когда вы точку сделали Там был размер точек Или она почему-то спит Написано на базу Ну, хочешь, я подойду То есть мы поищем вместе То есть что я могу тебе сказать? А нет, внутри эстетики Это же эстетики Нет, здесь не написать А внутри эстетики Да 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 Ты же не здесь делаешь Это же команда Да 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 Ну, вот Да 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 County Ну, наоборот Наоборот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте оценим регрессию Значит, напишем И добавим туда сейчас результат построения Сделаем прогнозы, добавим результаты Модель равняется LM Данные берем из набора данных CARS И формула у нас Мы длину тормозного пути Прогнозируем с помощью стартовой скорости машины Давайте на всякий случай я уточню Откуда были какие команды Вот то, что мы делали командой по построению графиков Это было, соответственно, из ggplot2 LM это встроенная команда В базовый R Тут ничего, даже пакет загружать никакие не надо Можно посмотреть Summary встроенной Summary, который дает Базовый R Summary model Одна команда, которая выводит Много-много-много-много всего Вот, и там R квадраты Коэффициенты оцененные Вот у нас коэффициенты Минус 17,3 То есть у нас получилось Уравнение регрессии Что прогноз длины тормозного пути Distance равняется Минус 17,57 Плюс 3,93 Помножить на стартовую скорость Ну давайте тут напишем Have Distance Типа прогноз, да? С крышечкой Потому что Distance Это не... Добро? Да? А можно еще раз последнюю строчку пояснить? Что я делаю? Хотим Поясняю Я выяснил Линейную регрессию То есть как зависит Я попытался Это же ты линейную регрессию понимаешь? Конечно Что? Да Ну вот, мы ее оценили Вот смотри Вот отчет по линейной регрессии Вот коэффициенты Минус 17,3,93 Ну видела пока И я вот их взял отсюда Просто не писал Так, хорошо Тогда пойдем дальше Можно то же самое Получить с помощью пакета Brune В виде двух табличек Идея пакета Brune Вся информация Надо в таблице раскидывать Соответственно Одна отдельная табличка По коэффициентам Вот, пожалуйста, табличка Все, что вы хотели знать Про коэффициенты Но боялись спросить И одна табличка О модели в целом Всякие там R-квадраты Правдоподобие Ну, в общем, тоже Все, что вы хотели спросить О модели в целом Но боялись Вот, то есть Подход пакета Brune Командами, которыми мы воспользуемся Ставить BigGlass Все, есть табличка Любой результат Это либо табличка про коэффициенты Либо табличка про модель в целом Либо еще там Что-нибудь Окей? Соответственно Давайте построим линию Как мы будем строить линию? Линию мы будем строить очень просто Мы возьмем все иксы от, скажем, нуля до 25 И построим прогнозы Идет? Да То есть мы сейчас зададим иксы от нуля до 25 Я вижу, что у меня размах данных от нуля до 25 И построим прогнозы И изображу вот эту минию Давайте будем строить размах из данных Давай Чтобы было 6 в 1 Давай Давай Возьмем Размах из данных У нас есть такой Замечательный пакет Ну мы можем взять Давайте возьмем минимальный x Да У нас соответственно Speedmin Да Мы возьмем минимальную Из набора данных Cars Мы возьмем минимальную скорость Да А Speedmax Мы возьмем максимальную Тоже скорость Да Можно на них посмотреть Вот Speedmin у нас 4 А Speedmax у нас 25 Добро? Можно вот так сделать Нормально? Получилось? Да 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 Спрашивай Если что-то не получается Надо комментировать И громче спрашивать Идет? Да Давайте, значит, создаем новый набор данных Для прогнозирования Давайте напишем это Как бы нам заглавить набор данных Для которого мы будем прогнозировать Ну давай Cars Cars Прэд Ну то есть это тоже набор данных по машинам Только здесь мы будем прогнозировать по нему Cars Прэд это будет data Frame И тут пока мы введем только переменную Speed Сейчас, Василий, смотри Давай я сначала сделаю Вот А хотя Можно идти Просто людям, которым трудно программировать Давай лучше сначала на наглядных цифрах А потом туда поставим Как скажете Вот Смотри Мы сначала напишем Что мы вот явно зададим Что скорость там будет меняться От нуля До Двадцати пяти Скажем By Один Это означает Ну давайте Выполним эту команду А потом сделаем Как Потому что Василий Хорошую мысль говорит Что надо вообще Чтобы наши Исследования Были воспроизводимы Чтобы там Если Другой набор данных Или этот Расширится Чтобы оно само Там все пересчиталось И минимум И максимум Чтобы мы не руками выходили Вот я взял команду DataFrame Это я создаю Новый набор данных В нем будет Новая переменная Speed И это будет просто Арифметическая Прогрессия От нуля До двадцати пяти С шагом один Вот Я создал Этот новый набор данных Я могу на него посмотреть Вот И тут действительно Ноль Один Два И так далее Соответственно Вот Василий что говорит Василий говорит Что нельзя Такие цифры Как 0 и 25 Прописывать руками Потому что Ну мало ли Может там Больше данных станет И Под это Вылетит хоть Поэтому вообще говоря На самом деле Я с этим Совершенно согласен Что вот здесь Я напишу не от нуля От Speedmin До Speedmax Направлю Строчка Много Тянет Ну Можно поставить Не шаг А количество точек Правильно Можно поставить не шаг А количество точек Опция Lens Можно указать там длина Сколько точек Хорошо Сделали мы Карспред Вот у нас получился Карспред От 4 До 25 Получился у всех Массив данных Карспред Да Теперь Мы Дополним Наш массив данных Карспред Прогнозами Давайте Карспред Равняется Агмент То есть мы Пополним наш Массив данных Карспред С помощью Модели А модель Наша Называется Ой Не так Надо С помощью Модели А дальше Какой набор данных Пополнить Карспред То есть я с помощью Модели Пополню свой набор Данных То есть сделаю Прогнозы У меня теперь Стала Стала другая Топличка Карспред Если я на нее посмотрю Карспред У меня уже Содержит Не один столбик Как было изначально А уже должно Содержать По-моему Три столбика Да Три столбика Правильно А именно Содержит Столбик Исходных Иксов 4,5,6,7 Потом Столбик Какой-то со странным Названием Фиттед Это что такое? Кто там похудел? Те, которые Затем Да Это предсказанные Значения И соответственно СЕФИТ Это что такое? Стандартная Да Это стандартная ошибка Игрек с крышкой То есть второй столбик Фиттед с точечкой спереди Это Игрек с крышечкой Прогнозы А СЕФИТ Это стандартные ошибки Прогнозы Ну давайте теперь Добавим на наш График Новый слой Мы добавим слой С линий То есть что я сейчас сделаю? Я сейчас на этот же график То есть на плот 2 Добавлю Плюсом Один слой Где геометрия будет линия А данные у меня будут уже Из набора данных Карп спрэд По Иксу будет спик По Игреку будет фиттед Нормально? Давайте сделаем Значит У всех получился карп спрэд Набор данных? Дальше идем? Или ждем? Что-то модул Это что? Модул Это наша модель А С формальной точки зрения Что собой представляет модель Вот она Придна в 30 команде С формальной точки зрения То есть как вот объект Что это за объект Языка программирования Что это модул Что такое модель С точки зрения R Это список Давай я расскажу Что такое список Или я обыдил Что такое список? Нет На первом занятии мы говорили Там и спектора Нет? Мы говорили Все уже забыли Все уже забыли? Ну хорошо Давайте я расскажу Тем более что список Это не так сложно Сейчас я вот здесь кусочек экрана очищу Список это такой сарай Где может лежать всякий хлам Вот матрица Она должна быть обязательно Обязательно Прямоугольная Не бывает там вот матрица И там Матрица у нее есть строки Столбцы А список это такой сарай Где у вас вот всякий хлам там лежит Ну вот например у вас может быть Список можно себе представить в виде мешка Такой мешок Это список Соответственно в этом мешке у вас может например Лежать число 5 Под именем А В этом списке у вас может лежать вектор под именем В Вектор из трех единичек И в этом же мешке у вас может лежать под именем пакет У вас может лежать еще мешок В котором еще лежит там еще чего-нибудь В супермаркет ходил Там еще что-то И вот это все это вот некий мешок Давайте я попробую такое сделать А потом посмотрим что модель это то же самое что мешок Такое лирическое отступление про списки Вот здесь такое маленькое лирическое отступление Про Слово списки должно подразумевать что там тоже порядок Ну есть они конечно порядочные Но поскольку самым удобным является название по имени То поэтому по порядку Ну когда большие то да может быть а так По имени или должна быть какая-то функция которая извлекает что-то Да там есть конечно порядочные Они занумерованы Про списки Чуланов и мешки Ну поехали Давайте создадим мешок В котором как я обещал Лежит число А равное 5 Вектор В из трех единичек И что там еще лежит? И еще там лежит пустой пакет Да? Пакет Пакет Да конечно таким разрешением Пакет это еще один список Да? Вот И вот например можно посмотреть этот мешок Да? Вот она выдаст Что там находится Число А равное 5 Вектор В из трех единичек А еще есть пакет но он пустой Думально? Если мы будем изменять пакет из мешка То мы будем Выделять память для солнышка Правильно? Я думаю что да Надо провести эксперименты Но я думаю что списки они Правильно неэффективны В смысле памяти Я думаю что А есть пар такой Строка структуры данных Чтобы можно было Уделять различные объекты В разных Памяти Чтобы удаление одного объекта Никак Было за Расстантное время Какая-то 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 Для битвеи это как работает Ну для битвеи это как работа Какой-то ходу используешь Которая Если удаление объекта Этого от N Когда нужно сдавить объект За константное время По-моему это Ну надо провести Слушай я нечестно Василь не готов ответить Можно попробовать Не знаю Может быть Ну то есть надо провести эксперимент Не знаю честно Какой-то вопрос Может Ну то есть я не проводил эксперименты За списком Я как-то предпочитаю Там Когда у тебя Скорее всего Какие-то проблемы С большими объемами То скорее всего У тебя объекты все-таки стандартные И для них там будут матрицы И списки для них будут не очень актуальны Ну У меня такое ощущение То есть для небольших объектов Списки Да Ты пооценил модель Там куча всего коэффициенты Прогнозы То есть все Как адресовать Элементы Внутри мешка Вот если нажать Мешок Доллар То компьютер покажет варианты Там есть Число А, вектор В и еще Абракадабр Это еще пакет Я могу например Мешок В и нажать Ctrl N Вот содержимое Объекта В внутри мешка Окей Если я например Наберу модель Модель Нажму Доллар Надо показывать что Это мешок В котором есть коэффициенты Остатки Эффект Я даже не знаю что такое Ранг Ранг Прогнозы Сайм Не знаю что такое Куэр Это еще мешок Мешка модель Еще мешок Еще Степени свободы Остатков Xlevels Не знаю что такое Но тоже мешок Еще Call Как вызывали функцию Terms Не знаю Модель Это табличка Модель Можно посмотреть что это такое Это наверное Сами исходные данные Да Сами исходные данные То есть Можно вот так полазить И посмотреть Что вообще там такое есть Мне интересно что такое Куэр И что есть А еще в этом мешке Есть Наверное это Это Из линейной алгебры Просто там Способ Соответственно Обращение X транспонировано X Особенной матрицы Но мы Не будем вдаваться У эти вещи Из линейной алгебры Как он находил Оценки метода Наименьших квадратов Для нас на практике Могут представлять Из моделей Интерес Коэффициенты Могут представлять Интерес Остатки Ну и Могут наверное Представлять Интерес Fitted Values Вот Ну надо себе Представлять Что модел Это такой мешок Окей? Да? Да? Как создавать мешки Понятно? Зачем? Что? Зачем? Зачем? Иногда надо хранить Кучу разных вещей Вот например Результатом оценивания Модели Является Могут быть интересны И вектор коэффициентов Он длины У нас допустим 2 коэффициента Это вектор длины 2 И остатки Остатков там 50 У нас 50 наблюдений Это вектор длины 50 И хочется передавать В виде одного объекта Сразу всю эту информацию И вектор длины 2 И вектор длины 50 А еще иногда хочется Сохранить в том же объекте Исходные данные Ну и соответственно Это может быть очень удобно Я говорю модул А под модул Это целый мешок В котором и такой вектор И сякой вектор И еще табличка какая-нибудь Понятный мысль? Какой сейчас Если у нас есть мешок Какой сейчас Какой сейчас Текстовый Текстовый Давай Вот есть у нас мешок Да давай Вот смотри Мешок Еще раз смотри Чтобы извлечь что-то из мешка Надо набрать доллар Нет не извлечь аж Положить Давай мы положим туда Кого положим? Давай положим крокодила Крокодил И крокодил это будет что? Вектор что? О чем ты мечтаешь Ир? Что к крокодилу? Ну Пусть Пусть Крокодил это будет Диагональная матрица Это Эдиничная матрица Размера 9 на 9 Вот Вот Все Положили в мешок крокодила В виде Единичной матрицы Размера 9 на 9 Можно теперь посмотреть на наш мешок Там живет Там в мешке Число А Равное 5 Вектор В В Из трех единичек Пустой пакет И крокодил Который Ну так При прочих Равных Наверное Естественно Есть некий порядок Как я их создавал И действительно Можно обращаться Там в мешок И сказать Третий Третий у нас кто? Сначала было число А Равное 5 Потом В Потом пакет Третье Это будет пустой пакет Могу действительно Второе Это будет вектор из единичек Могу четвертый Это будет наш крокодил Почему такой синтексис? Почему не одна скобка? Почему не одна скобка? Я думаю Что Сейчас Почему не одна скобка? Он с одной скобкой тоже что-то выдает Могу срочно Почему не одна скобка? Сейчас Или я думаю Почему не одна скобка? Зачем можно списку две скобки? А! Мне кажется я понимаю почему Потому что Сейчас Смотри Вопрос По-моему Опустит он мешок снаружи И не опустит с одной или с двумя скобками Ну то есть Сейчас проверим Что произойдет Если я наберу в одной скобке Мне кажется что это вопрос Что наличие двух скобок Это вопрос вытаскивания из пакета Попробуем Четыре Если я наберу четыре Да Все правильно Вот смотри И то и то осмысленно Ну вот Давай я на рисунке покажу Ну может быть ты уже из выдачи вас понял Что Вот если у меня есть пакет Да В котором у меня живет крокодил И лягушка Да Вот он допустим крокодил под номером один А лягушка под номером два Если это все это мешок Да Вот если я напишу мешок И просто в квадратных скобках один То в результате у меня будет крокодил в мешке Это будет вот так Крокодил в мешке Окей А если я напишу мешок в двойных квадратных скобках один То это будет крокодил без мешка Как функция называется Которая определяет тип переменной Можно же проверить Лиситый или мартитый Можно проверить Можно проверить класс Класс Вот если написать Класс Класс По-моему Да Мешок Вот И можно проверить класс Мешок 4 Да А можно проверить класс Мешок в двойных квадратных скобках То список из матрицы А то просто матрица И зачем вообще можно понадобиться крокодил в мешке просто Крокодил в мешке Зачем может потребоваться Ну если я планирую извлечь часть списка Ну вот я допустим хочу Вот у меня был длинный список В котором было крокодил, лягушка, бетон, удав и кто-то еще А я могу взять в квадратных скобках со второго по седьмой То есть я в мешке оставляю Все я Поэтому нет В некоторых задачах может потребоваться и крокодил в мешке Ну по крайней мере на кассе, когда выходишь, всегда спрашивают пакет Я думаю, что они что-то знают Я думаю, что они что-то знают Квадратные скобки Поэтому иногда я думаю, полезен крокодил в мешке Так, хорошо Давайте пойдем дальше Мы хотели спрогнозировать Просто возник вопрос, что такое модель Ответ такой Модель это список, который содержит результаты оценивания регрессии методом для меньших квадратов Туда входят коэффициенты, спрогнозированные значения, остатки и еще куча всякой еруны, в которой даже я не представляю себе, что это такое Так, хорошо Мы, значит, получили car spread Добро? Ну что, лирическое отступление мы закончили Тут у нас конец лирического отступления Конец лирического отступления Теперь мы строим график Мы plot 2 Добавляем Давайте Geonline А теперь рассказывайте, чего мне надо добавить сюда Откуда я беру данные, чтобы добавить еще один слой Теперь ваша задача написать этот Еще один слой к графику, на котором линия будет Car spread Да, данные мы берем из таблички car spread Где у нас прогнозы А какие будут эстетики? По x мы что отложим? По x мы отложим все-таки speed То же самое А вот по y мы уже отложим точкой fit Да, правильно То есть мы возьмем То есть посмотрите, чем это отличается Вот из-за этого стандартного синтексиса Как только вы его поймете один раз Он кажется универсальным для всех графиков И вот это очень мощно Что как только вы его поняли То Ну и да Ну и тут еще пятьдесят шесть графиков Ну что зато у них у всех одинаковый синтексис Вот я прям покажу, чтобы было понятно, что это то же самое Значит вот как Geon point А сейчас Geon line Откуда беру данные И как сопоставляется переменная эстетиком Есть некие стандартные эстетики Типы x, y, color, size Там Shapes Ну У разных, конечно, разные эстетики А чем же Да ЖЖ плод Отличается от плод 2 Чем Кто Смотри, подожди, подожди Плод 2 Это название графика Это мы его создали А ЖЖ плод это функция А, точно Смотри Плод 2 это график Он у нас есть Вы нажимаешь плод 2 Вот он Он в памяти живет А это я на график плод 2 настраиваю дополнительный слой Окей Вот Итак, Geon line Да И тут пошли две эстетики Ир По x, Ир, мы что отложим Ой, 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 ой Geon line Дата равняется Как он там называется Cars Red, да Значит, по x мы откладываем спидер А по y Что? Cars Нет Нет Что мы Не Ну а что из него Какую переменную Вот В Cars Вот я показываю Там три переменные Спид Точкой фиттер И точкой сефиттер Точкой фиттер Точкой фиттер Окей? Вот Соответственно у нас появился еще один слой на графике Естественно у слоя помимо эстетики и откуда он берет данные есть еще там всякие свойства типа можно поменять естественно там цвет линии задать Давайте Давайте и цвет поменяем Давайте вот сюда и поменяем цвет линии по-моему можно просто написать color равняется Смотрите Вот это color оно вне эстетики Да то есть вот внутри аэс мне надо было бы сопоставить color с какой-то переменной А внутри а снаружи эстетики я как бы color фиксирую что он не зависит от переменной Но Давайте я помещу этот график в результат plot 3 Это plot 3 будет Вот Теперь у меня есть хочу вызываю plot 2 Хочу вызываю plot 3 И сейчас мы еще сделаем третий слой Мы еще вот так вот длительный интервал нарисуем Чтобы понять вот эту философию что Мы график складываем из нескольких слоев Идет? Получится конечно такой монстр Ну во первых для популярных типов графиков конкретно то Которую я хочу построить Есть готовая команда попроще Вот Но все таки надо понимать эту философию Что она вам позволяет делать над данными какие-то совершенно фантастические вещи Линия есть синенькая? Что? Не хочет быть синенькой? Что? Не хочет быть синенькой? Ну давай посмотрим Даша, да? Маша Давай посмотрим Плот 3 Давай посмотрим Давай наберем Тын-дын-тын А не вижу проблему Давай посмотрим Плот 3 У него отлично Просто создала плот 3 А просила показать плот У него нет Есть? Есть? Ир? Синенькая есть? Ну хорошо Тогда пойдем дальше Давайте строить прогнозы Ну значит я на всякий случай напомню Что доверительный интервал для прогнозов Строится по принципу Ну если хочу например 95% доверительный интервал для прогнозов То получается плюс-минус 2 стандартных отклонений Если у нас там Имеет место нормальное распределение Там много наблюдения синстатические Или мы верим в нормальность остатков То есть я хочу теперь что сделать? Я хочу посчитать Ир? Вот у меня левая граница Левая граница Левая граница Это соответственно будет Fitted Минус 2 стандартных ошибки Fitted Да? А правая граница Right Это будет Ну нет Давайте я сейчас формулу напишу Потом Вр Значит у меня Левая граница Это Y с крышкой Минус 2 стандартных ошибки Y с крышкой А правая граница Для Итого наблюдения Это Y и Т с крышкой Плюс 2 стандартных ошибки Y и Т с крышкой Нормально? Вот это левая граница Это правая граница Поехали Значит давайте мы в наш набор данных Добавим вот Нашу левую и правую границу доверительного интервала Для прогнозов То есть я пишу Смотрите я добавляю новую переменную Точнее 2 новых переменных В набор данных CarSpread В какой команды кто-нибудь помнит Добавляются новые переменные? Mutate Правильно Поэтому мы напишем что CarSpread Равняется Mutate CarSpread Ну и давайте тут напишем Left Равняется Fitted Минус 2 Помножить на SE Fitted До Соответственно И правая граница Right Равняется Fitted Плюс 2 SE Fitted 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 В наборе данных Left Left Right То есть левая граница доверительного интервала и правая граница доверительного интервала Навально? Нет Нет Проверяйте У кого не получается Зовите Тихо Какая-то Благодаренная Толка Ну давай посмотрим Сюда встадим А у нас будет А у нас будет А у нас будет Калмин Давай посмотрим на CarSpread Чего находится в CarSpread А у нас будет Глипс Я напишу Посмотрим Чего находится Глипс Ты видишь Фильтр и фильтр в два раза Да? Да Вот это интересно Интересно Чего такое сделать А Потому что Наверное Агмента выполнял в два раза Она И дописывала Давай мы Возьмем И Мы ее создадим Один раз Добавишь Один раз Один раз Есть Сработает Хорошо Два раза Допал Колонки И получились колонки с одинаковыми названиями Функция Агмент Она ведет себя Осторожно Она ведет себя Следующим образом Она дописывает колонки И Она В случае Если встречает колонки с теми же названиями Она делает такой опасный трюк Вернее наоборот Она делает безопасный трюк Но При невнимательном использовании Она может дальше Перезаписывает старые Она добавляет новые С такими же именами И поэтому Если эту команду Агмент выполнишь Два раза То у тебя возникнет Две колонки Fitted Да И когда ты будешь дальше Обращаться по имени колонки То компьютер Не будет понимать А что делать У тебя две колонки Fitted Ты какую хочешь на два Помножить Понятно Что у тебя произошло Почему так называется Точка Чтобы Ну то есть Вопрос надо было Выбрать какое-то название Ну Почему авторы выбрали название С точкой спереди Ну что это типа Не человек имя придумал А что это типа Вот функция Агмент Придумала имя С именем С точкой Чтобы отличать автоматически Добавленные колонки От тех Которых были Потому что человек Как правило редко называет Да Да Именно так Хорошо Значит давайте Мы добавим еще один график Значит Он называется Вопрос Как искать Да Давайте Значит если я не знаю графики Я соответственно захожу В какой-нибудь там Firefox И нажимаю тут вот ggplot2 Соответственно Вот есть там официальный сайт Который такой хороший Там со всеми вот картинами А нет Вот он ggplot2 Документация И вот здесь есть все геометрии Да Ну то есть Помимо того что конечно Можно просто гуглить Примеры То есть То есть если я вот наберу ggplot2 и Images То я получу кучу примеров Которые можно там Смотреть, кликать и делать Такой же Хочу такой же И посмотреть картинку Вот Но если посмотреть на официальную Документацию То вот открываю А где Риббон А вот Джом Риббон Вот Вот Что я хочу сделать Соответственно Ей надо задать Y минимальная Y максимальная То есть Вот диапазон Закраски полосочки Вот Ну вот для таких графиков То есть смотрите Какой синтексис Вот эстетики Здесь появляется Помимо эстетики X Появляется Две эстетики Y минимальная Ну то есть вот В каком диапазоне закрашивать Окей То есть обычно У точек у нее Эстетика X Эстетика Y А у Джом Риббон У нее эстетика Min Y Или Y min Y min Y max Окей Хорошо Тогда мы готовы Нарисовать вот такую вот Полосочку Получается мы могли Даже не создавать Отдельную переменную Да Да Могли прямо там задать Вот Вернемся сюда Значит Мы берем наш плод 3 Плод 3 у всех есть Да И мы пишем Плюс Джоум что? Риббон Да Джоум Риббон Откуда мы берем данные? Искар спред Какие теперь эстетики будем писать? Y Значит Эстетики По горизонтали что пойдет? По горизонтали пойдет скорость Да? По вертикали Y min Это будет что? Какая переменная? Left А Y max Я думаю что у нас получится И нам цвет еще подает А что если без цвета не сдать что? Совсем черное будет? Прозрачность Да Сейчас прозрачность повозимся Да? Вот Смотрите Прозрачность она не относится к эстетикам Потому что что такое эстетики? Эстетики это то что задается переменными в наборе данных Поэтому мы построили Нам действительно надо добавить прозрачность Прозрачность, я хочу обратить внимание что надо писать не внутри эстетик Потому что эстетики это сопоставление Вот этот столбик данных так назывался Вот он такойэстетике соответствует Столбик данных она такой эстетике соответствует А вот в опциях GeomRibbon, вот откуда берут данные, вот там же надо указать прозрачность, она тогда будет для всего, ну это не переменами будет задаваться, а для всей геометрии. Прозрачность задается стандартно показателем альфа, то есть можно сказать альфа равно 0,5, степень прозрачности, ну может поиграться, может быть поменьше можно, ну да, это посмотрим, 0,5 еще произойдет, ну по-моему ничего и на 0,5, да, может 0,3, ну вот как-то так, да. И можно это назвать плод-4, да, плод-4, то есть это плод, вот у нас теперь много плодов, мы можем отправиться в длинное путешествие, да. Хорошо, получился плод-4 с полосочкой? Нет? Вот, естественно, что для каких-то, то есть вот я показал эту идею, что можно строить по слоям, значит вопрос, какие вообще бывают геометрии, какие эстетики, потому что у разных геометрий разные эстетики, например у Ribbon у нее есть Ymax и Ymin, а у Point у нее нет Ymax и Ymin. Какие вообще бывают геометрии и какие у них эстетики, ну, соответственно, можно, конечно, погуглить help внутри R, но он там некрасивый, некрикательный, ну то есть в принципе есть help ggplot2 и там по каждой геометрии можно получить, но на мой взгляд проще в гугле, вот еще раз я набрал ggplot2 и вот вторая ссылка, не первая, а вот, наверное, вторая ссылка, docs ggplot2.org, вот здесь идет список геометрий, и когда я кликаю какой-нибудь там тот же Ribbon, то он показывает, соответственно, примеры, ну и описание, какие есть эстетики, X, Ymax, Ymin, alpha, цвет, fill, line type, size, ну то есть, я, например, не совсем понимаю, что в чем-либо будет делать size, честно говоря. Вот, когда вертикальная закрасочка идет, то есть, я понимаю, color, ну то есть, color и fill, это я понимаю разницу, color, это будет цвет границы, а fill, это будет цвет внутри, я понимаю, line type тоже, когда он бунктирчиком пойдет или не бунктирчиком, а вот size, может быть, size внешней линии, да, логично. Вот, хорошо, значит, философия понятна, ggplot, да? Вот, но, соответственно, естественно, что часто встречающиеся какие-то вот, это же долго строить, если мы соберем весь наш код в одну кучу, да, то весь наш код по построению этого графика, это будет этот громадный крокодил, давайте его вот возьмем с самого начала, где он был? Где-то вот и я, да, давайте я его скопирую, чтобы можно было ужаснуться, какие мы супер, в общем, мэтры, какой мы страшный код написали. Так, это был первый слой, потом мы к нему добавили, потом мы к нему добавили, это, заголовочки и переменные, да? Потом мы к нему добавили слой с линией, да? Правильно? И потом мы еще к нему добавили слой с вертикальной полосочкой, да? Ё-моё, он еще пошел, да? Я просто пытаюсь весь код, чтобы мы ужаснулись и сказали, какие мы вообще крутые, но вот код для графика мы написали. Да, я тебя просто вот все в одно внес, да? Вот какой код страшный мы написали. Но если подумать, то хотя он, конечно, огромный, но на самом деле у него очень логичная структура. Во-первых, он может по частям делать, взял базовый график, к нему добавил еще слой. Да, вот, добавил еще слой, ну, добавил еще слой. Вот, если так посмотреть, то да, это вот. Но надо понимать, что, соответственно, для часто встречающихся графиков какие-то вот вещи уже сделаны. И то, что мы... Есть функция, которая пытается... Есть функция Q-plot. Функция Q-plot, это тоже часть пакета G-plot 2, Которая пытается догадаться о ваших тайных, сокровенных желаниях. Вот. И если я, например, напишу Q-plot, дата равняется cars, x, ну, и тут напишу speed и dist, то эта функция попытается вот это все сделать сама. То есть, ага, ну, возьмем данный, знакомый данный cars. Но он хочет две переменных, этот чувак, Наверное, он хочет по x-у одно, по y-у другое. Вот. Это то же самое, только по-быстрому. Вот. Но она как бы вам... Пытается за вас что-то догадаться. То есть, например, если я напишу Q-plot и укажу одну переменную, да, то она тоже попытается догадаться, ага, этот чувак хочет взять набор данных cars и куда-то спить здесь. Какой я знаю график с одной переменной, с одной эстетикой, где только по горизонтали? Ну, это гистограмма. Там только x указываешь, а столбики сами считаются. Вот. Поэтому она, соответственно, догадается построить гистограмму. Окей? Вот. Поэтому есть Q-plot, который пытается догадаться за вас, что вы хотели, о чем вы мечтали. Ну, как бы, если вы хотите тонкую настройку, то, соответственно, способ указал. Да? Нормально? Вот. Что я еще хочу отметить? Соответственно, есть быстрые команды. То есть, здесь я напишу по x-speed, по y-ку длину тормозного пути. А теперь добавлю вот этот слой для оценки модели, который называется sted-smooth. И укажу тут метод, которым я пользовался. LM. То, соответственно, я получу вот то же самое, что мы делали. Ну, просто из-за того, что это часто встречается, очень часто люди хотят оценить какую-то модель и изобразить результаты оценивания. То вот есть такой синтекс. Ну, для часто встречающихся есть всякие сглаживающие штуки. Ну, просто идея все-таки была рассказать философию грамматики, графиков, они построят уж совсем конкретный график. Нормально? Вот такой вопрос. Есть такая философия, чтобы в интерактивном режиме работать? То есть, что-то там подтянуть какие-то оси, применять душную луку, подъекать, увеличить, уменьшить график? Ответ, что есть, но не совсем в пакете жжеплод 2. То есть, есть вещи, там, условно, типа, жжевиз, там есть шайни. То есть, ответ в каком-то более-менее виде есть. Но, как правило, они требуют все-таки не... Ну, то есть, там, вывод, как правило, будет в HTML формате. То есть, вот это можно вывести, ну, то есть, вот это можно прямо сделать там в PDF. А вот такие, которые с настройкой, они, скорее всего, будут для динамических штук вычтем их. Ну, то есть, ответ тоже есть. Так, хорошо. Что у нас со временем? Мы дальше... Сейчас или после паузы. Ну, что, как? Паузы? Давайте сейчас перерыв. Да, давайте сделаем перерыв. По-моему, это было праздничное. Давайте сделаем перерыв. Тут нужно нажимать на стоп? Да, да, надо на красный нажать. Ну, в смысле, на... Ну, там одна единственная кнопка. Нет, ни одна. Ай.